Агрегатор. Только свежие новости. Так что не надо даже пробовать. И парк под давлением других государств тоже не закроют. Потому что есть право победителя. Армянская армия разбежалась как армия Хусейна перед американцами. Некоторые западные либеральные масс-медиа, безусловно с подачи армянских лоббистов, выступили со свойственной им тенденциозной, надменной и как написали бы советские журналисты, мелкобуржуазной критикой об открывшемся парке военных трофеев в Баку. Своё возмущение в связи с открытием парка выразили корреспонденты таких изданий, как Франца 24, The Guardian, BuzzFeed, Times, Bloomberg. Не отказались принять участие в этой пристрастной и предубежденной кампании бывший американский дипломат Альберто Мигель Фернандес, антрополог из США Джулиан МакБрайт, журналистка и продюсер Лин Сеснел Люди, возможные уважаемые в узких кругах, но от проблем Нагорного Карабаха и постсоветских этнических конфликтов крайне далекие. А потому несущие со своих страниц в соцсетях откровенные бредни вроде сравнения президента Ильхама Алиева с Адольфом Гитлером и с Адамом Хусейном, что вообще является проявлением дилетантизма, незнания не только истории и характера Второй мировой войны, но и недавней истории Ближнего Востока. Налицо чудовищная подмена понятий. Вообще, откровенно говоря, рассуждение на эту тему можно было бы закончить, приведя только один широко известный факт. После Первой Карабахской войны армянская власть, унижая противника, соорудила в селе Венгли стену из номеров азербайджанских автомобилей, а также усеяли общественный туалет этими номерами. И все 28 лет оккупации Кельбаджарского района истинные кавказские арийцы с характером нордическим считали эту уборную главной достопримечательностью Первой войны. И не считали это ни варварством, ни унижением для Баку. Что ж, запущенный ими бумеранг вернулся к ним самим и тема закрыта. Но коль уж они не унимаются, совершенно уместно сказать еще несколько слов. Если кто подзабыл, то возьмем на себя смелость освежить историческую память. И Гитлер, и Хусейн были агрессорами. Нацистская армия Рейха, как и садамовские вооруженные силы, вели войну на территории других государств. И оккупационная политика Третьего Рейха, как и распоясавшийся ближневосточный диктатор, наткнулась на мощнейшее сопротивление мирового сообщества. Эти режимы совершили преступления против народов, впрочем, как и армянская военная машина, получившая по заслугам. Победа над оккупационными режимами – дело доблести и геройства. Чем и гордится азербайджанский народ, ибо азербайджанская армия вела войну не на территории другого государства, а на своей земле, изгоняя фашистских захватчиков, истреблявших мирных азербайджанцев и предавших огню и мечу нашу историческую землю. Победа над армянским фашизмом для азербайджанцев вызывает такое же чувство восторга, как и триумф над гитлеризмом. И ни тогда, ни сейчас мы, азербайджанцы, не собираемся стыдиться ни пора до победы 45-го года, когда бросались к воротам мавзолея на Красной площади фашистские штандарты и знамена, ни выставки трофейной техники, открывшейся в Москве летом 1942-го, ни колонн военнопленных, проведенных в 1944-м. С чем полностью солидарные в Европе, достаточно вспомнить музей трофейной нацистской военной формы в Копенгагене, марш немецких военнопленных в Париже и многое другое. Так что, во-первых, это цивилизованная историческая традиция, освободители имеют полное право на триумф, а Парк Победы в Баку с собранными с полей боев шлемами для азербайджанского народа вполне сопоставим с парадом Победы в Москве с трофейными фашистскими знаменами. И, во-вторых, Ереван должен быть благодарен Баку, что мы армянских военнопленных все же по улицам не водили, а вернули в целости и сохранности, решили столицу не поганить выгулом этих львов. Немаловажно и то, что что выставленное в парке трофейная техника, это то, что было взято в ходе освободительной войны. Позор и унижение для Еревана здесь в том, что воспеваемые армянскими идеологами, от Балаяна до Камшотыча львы так стремительно выравнивали линию фронта, что бросали ее в полной сохранности. Разгромленная армянская военная техника в центре Баку, чтобы будущее поколение чтили героизм азербайджанского солдата, раздавившего армянского оккупанта. И это позор такого же масштаба, как и 10 тысяч армянских дезертиров, совершенно уникальный показатель для современных войн и вооруженных конфликтов, сравнимый лишь с тем, как доблестная иракская армия разбегалась перед наступавшими американцами. Так что можете изойтись ядовитой слюной, но вам не получится выкрутиться в этот раз и поставить все с ног на голову, представляя Азербайджан агрессором. Агрессоры и вандалы это вы, и такими вас запомнит история. А вашу хваленную мощную армию люди смогут посмотреть в парке трофеев, которая будет всегда находиться в Баку. А на этом пока все. Спасибо, что посмотрели наш ролик. Подписывайтесь, жмите на колокольчик и ждем вас на нашем канале в следующем ролике со свежими новостями. А также различными мнениями и обсуждениями событий.